Учиться, учиться, еще раз учиться. Заповедь вождя мирового пролетариата сегодня особенно актуальна. Учение свет, без просвещения нет и светлого будущего. Однако для многих школьников занятия в школе начинаются во второй половине дня и заканчиваются, когда на улице почти стемнело. Решить вопрос второй смены – стратегически важная задача. Об этом говорит губернатор области Андрей Воробьев. Реализация этого проекта активно ведется в Щелковском районе. В микрорайоне Солнечный давно и печально известный котлован, огороженный забором, в скором времени станет местом строительства новой современно оснащенной школы. Пока местные жители определяют детей в школу номер два, расположенную через дорогу. По словам директора школы Маргариты Силантьевой, ситуация со второй сменой критическая. Наличие классов не позволяет вместить такое количество учеников. Сегодня в школе обучается более полутора тысяч человек. Это 53 класса, 20 из которых учатся во вторую смену. Именно поэтому назрела острая необходимость в еще одном учебном учреждении. Нам очень хочется, чтобы в нашем микрорайоне на сегодняшний день эта ситуация разрядилась в лучшую сторону. И вот благодаря, так понимаемому, Андрею Юрьевичу Воробьему, губернатору Московской области, нашему Московскому областному правительству, Единой России, безусловно, нам обещали, что в скором времени в микрорайоне Солнечный будет построена новая школа. Заместитель руководителя администрации Юрий Родионов рассказал, необходимость в новой школе очевидна. В перспективе она решит проблему второй смены в микрорайоне Солнечный. Хотя, учитывая специфику района, нужно понимать, таких школ должно быть несколько. Руководство района акцентировало внимание на то, что школа в микрорайоне Солнечном, которым мы видим, котлован уже более 10 лет стоит, дело не движется с мертвой точки, и здесь школа архи нужна. Вторая смена у нас практически во всех школах Щелковского муниципального района. Этот район очень густо населен. По словам Юрия Родионова, строительство школы в Солнечном планируют начать в 2016 году. В следующем году эта школа начнет строиться в микрорайоне Солнечном на 1105 мест. Земельный участок оформлен, проект сделан, экспертизу этот проект прошел, московскую областную. Все готово для того, чтобы начинать стройку. Активные жители домов микрорайона этой новости рады. Столько ждали и вот почти дождались. Конечно, школа очень необходима и люди постоянно задают вопрос этот и спрашивают и администрацию, когда же. Ну и наконец лед тронулся. Переполненные классы и работа в две смены – проблема и преподавателей. Многие работают с утра до позднего вечера, а ведь задания, отчеты и прочую документацию никто не отменял. Учеба во вторую смену стала нормой уже давно, однако сегодня очевидно. В этом случае минусов намного больше, чем плюсов. Екатерина Бухтиарова работает в отрасли образования 9 лет. В Медвежьей Озерской школе работает 3 года. Со второй сменой столкнулась впервые. Безумно тяжело, когда теряешься. Просто приходит второй класс, следом приходит 11 класс, потом в третий и так далее. То есть очень тяжело. Мало того, что и физически тяжело, но и подготовка к урокам дома, соответственно, тоже изнурительно. Ну, примерно даже по стандартам мы должны готовиться где-то один час. То есть получается у меня вот ровно к 11 уроков 11 часов и еще 11, соответственно, 22 часа. То есть просто весь день, сутки. Направить все ресурсы на ликвидацию второй смены значит не только построить новые школы, но и сделать пристройки к уже существующим. Так, например, собираются поступить в Медвежьей Озерском поселении. Это небольшая школа, однако каждый год учащихся становится все больше. Проблема здесь также очевидна. Руководство школы надеется, что пристройка хотя бы частично поможет в ее решении. На какое-то время она проблему решит. Работы по возведению пристройки к Медвежьей Озерской среднеобразовательной школе также планируются начать в скором времени. Также было принято решение Андрею Юрьевичу Воробьеву относительно пристройки к этой школе на 275 мест, которая тоже вошла в программу. Лилия Тимиева, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова